Помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик стала центральной темой на оперативном городском совещании с главой Химы к Дмитриям Волошиным. Из-за пандемии COVID-19 еженедельные встречи по-прежнему проходят в онлайн формате. Мы отправили первую машину с гуманитарной помощью на сборочный пункт, откуда груз будет доставлен в Ростовскую область, в пункты временного размещения. Что мы еще сможем сделать для наших беженцев, об этом сегодня наши заместители нам доложат. По словам Ирины Теслевой, в Химках от беженцев принимают заявление на оказание финансовой помощи 10 тысяч рублей. 1 марта в Управление социальной защиты населения с заявлениями на выплату обратилось 73 гражданина из ЛНР и ДНР, 47 взрослых и 26 несовершеннолетних детей. А также было отправлено людям 2 тонны гуманитарной помощи. 2 тонны гуманитарной помощи сегодня утром мы отправили в один из пунктов размещения вынужденных переселенцев, это в город Волоколамск, детский оздоровительный лагерь 28 героев-панфиловцев. Гуманитарная помощь, которую ресурсный центр собирает, включает в себя новые предметы первой необходимости, личные гигиены, товары по уходу за детьми, продукты питания. Кроме этого, к оказанию помощи подключились десятки химкинских предприятий. За неделю они предоставили около 900 комплектов постельного белья и более 150 тепловых пушек. Данная тема обсуждается в трудовых коллективах этих предприятий. Они готовы и дальше оказывать содействие и помощь нашим беженцам из Донбасса и Луганской Народной Республики. Еще одна тема, которую обсудили на оперативном городском совещании – здравоохранение. Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов рассказал, как удается решить вопрос дефицита кадров. Так, за прошлый год и три месяца 2022 года в Химке удалось привлечь на работу дополнительно 40 врачей и более 20 медсестер и младшего персонала. В привлечении кадров помогают меры поддержки, социальная ипотека и компенсации по оплате за аренду жилья. Всего с начала работы социальной ипотеки у нас получило жилье 67 медицинских работ. По компенсации за съем жилья в виде выплаты 20 тысяч ежемесячной для участия в программе подано 180 заявлений. Также у нас сохраняется программа городского округа Химки по компенсации за съем жилья. Всего в больницах и поликлиниках округа на сегодняшний день работает 762 врача и 605 медсестер. Впрочем, дефицит кадров по-прежнему есть. Химкинским учреждениям здравоохранения не хватает 11 врачей и 10 медицинских сестер. Поручаю вам ускориться в этом направлении, Владислав Александрович. Если еще раз подчеркиваю, какая-то помощь нужна отменяли от команды города, обращайтесь, мы вам поможем. Добавим, что с 2022 года в Московской области заработала программа «Приведи друга». Если медик приведет нового сотрудника, то получит единоразовую выплату от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от оклада работника. Продолжение следует...